Добро пожаловать на мой канал! Приготовим тортик из блинов. Быстрый, простой, вкусный, со сметанным кремом. В зависимости от того, какой у вас желатин, крем у вас будет более мягкий, либо он будет более плотный, как суфле. Сначала начинаем печь блинчики. Для этого берем 3 яйца, пол чайной ложки соли, 2 столовые ложки сахара. Перемешиваем. Вливаем 1 стакан молока и еще раз хорошо перемешиваем. Вообще эти блинчики называются 3 стакана, что их очень легко использовать, очень легко с них готовить и не нужны ни весы. И далее 1 стакан муки. И еще раз хорошо перемешаем. Даже если у вас вдруг останется пару комочков, ничего страшного, все потом хорошо разойдется. Добавляем 3 столовые ложки подсолнечного масла и еще раз перемешиваем. Далее последним ингредиентом у нас кипяток. Но я хочу для торта испечь блинчики шоколадные, поэтому добавляю еще 1 столовую или 2 столовые ложки какао. Можно печь блинчики также белыми, либо коричневыми шоколадными. Я испеку и такие, и такие шоколадные пойдут на торт, а белые пойдут у нас для детей. Дети меня обожают во время жарки кушать горячие блинчики. Как я уже сказала, 1 стакан кипятка. Естественно, так как я разделила на 2 части, то у меня попол стакана в каждой. Далее будем готовить уже блинчики на сковороде. Сковороду я смазываю только первый раз, совсем немного подсолнечным маслом. Лишнее масло не нужно. Смотрите, какие получаются блинчики моря, дырочек. Они очень тонкие, вкусные, кружевные. Уверена, вам понравятся. Как я уже сказала, печь их можно абсолютно любыми. Обычными, шоколадными. Они все у вас получатся идеальными, вкусными и простыми. Дети моих просто обожают. Но мы не просто готовим блинчики, мы сегодня будем делать из них торт. Я буду готовить именно из шоколадных. Далее мы берем с вами желатин. У меня желатин, к сожалению, остался только слабый. Согласно инструкции, заливаем водой. Затем подогреваем на водяной бане. Берем сметану. Ну, примерно где-то у меня вот 500 грамм. И также сгущенки. У меня пол баночки сгущенки. И все это дело с помощью ложечки, вилочки перемешиваем. Далее сюда добавим только вот наш желатин, который мы подогрели на водяной бане. И все. Готовить только после добавления желатина лучше всего, как можно быстрее. Потому что начинают уже образовываться как бы комочками. Потому что если желатин хороший, он будет быстро схватываться. Берем форму, обязательно ее со всех сторон обтянуть пищевой пленкой, чтобы ничего не прилипало. Каждый шоколадный блинчик я смазываю малиновым вареньем. Буквально тоненьким слоем. И сворачиваю вот такие вот колбаски. И выкладываю все это дело в форму. Тут уже как вам нравится. Можете колбаской, можете блинов использовать побольше. Можете их нарезать на кусочки. Можете добавить, просто порезать их как на маленькие кусочки блинчики. И смешать с кремом. Тут как вам удобно и можно экспериментировать. И будет очень красиво. Я добавляю вот сейчас свой распаренный желатин. Именно не желатин, у меня похожая составляющая. Она не такая, к сожалению. Сильная как желатин. И поэтому крем у меня будет не как суфле. Он будет более немножко мягким. Ну как уже сказала, все делаем согласно инструкции. Заливаю. И затем второй ряд. Тут уже с этим тортом можно экспериментировать как угодно. И готовить тоже будет каждый раз что-то новенькое. Для украшения я возьму уже несколько оставшихся блинчиков. Их я не буду смазывать вареньем. Я их сверну так. И нарежу на кругляшки. И ими буду украшать уже верхушку. А посередине посыплю шоколадом. Так будет и красиво, и вкусно. Можно и просто посыпать шоколадом. Либо смешать верхушку с вареньем. Говорю, экспериментируйте. Каждый раз у вас будет и вкусно, и красиво. Такой торт лучше всего убрать на 2-3 часа в холодильник для полной стабилизации. И после этого уже наслаждаться чаепитием. Закрывайте пищевой пленкой, чтобы торт не обветрился. Посмотрите, какая красота. Много крема. Очень вкусно, нежно и быстро. Если тебе понравился рецепт, не забудь поставить лайк. С вами была Лена. Пока-пока.